Всем привет! В этом видео я хочу поговорить о ситуациях, когда вы много работаете, учитесь, впахиваете, работаете, возможно, даже больше времени, чем это нужно, но по факту, как бы, ничего не успеваете. То есть, вам постоянно кажется, что вы в цитноте, что вы опаздываете, что у вас какие-то дедлайны, вы не успеваете, в общем, это всё накапливается, это всё приносит глобальный стресс. В общем, расскажу о таких популярных причинах, почему это происходит. Возможно, вам это будет знакомо и вам это поможет, потому что, когда знаешь причину, ты можешь её устранить. И первая причина, самая банальная, но по-прежнему самая популярная, потому что мы из раза в раз делаем эту ошибку, это то, что мы не расставляем приоритет. То есть, когда вы просыпаетесь, когда вы там уже сделали какую-то свою утреннюю рутину, вы просто вливаетесь в рабочий процесс. То есть, вы не думайте о том, в каком вы сейчас состоянии, что вы можете сделать, потому что там кто-то лучше функционирует с утра, и всё-таки какие-то действия нужно сделать с утра. То есть, когда у вас свежая голова, когда, например, вам нужно принять решение, это лучше делать с утра и переносить на вечер какие-то менее важные дела и так далее. То есть, когда вы просто в потоке, когда вы просто делаете всё подряд, что у вас есть там в списке, да, возможно, вы всё-таки переделаете свои дела, но, во-первых, они будут не того качества, потому что все-таки наше внутреннее состояние, наше ощущение и то, как мы можем качественно сделать какие-то вещи, это очень сильно зависит от того, как мы располагаем эти все дела в течение нашего дня. Соответственно, если вы вообще никак не касаетесь приоритизации ваших дел, то, скорее всего, вы либо что-то заводите, либо сделаете что-то некачественное, либо ночью обнаружите, что вы не сделали какое-то очень большое важное дело, на котором нужно много сил и времени. И следующее вытекает из предыдущего, как я сказала, иногда какие-то вещи нужно делать с утра, какие-то с вечера и так далее, и существует такое поверье, что нужно лягушку съесть с утра, то есть самое, знаете, противненькое дельце нужно съесть с утра, точнее сделать с утра, и потом весь день будет хорошо. На самом деле, когда нам точно рассказывают, что конкретно, когда мы должны делать извне, то есть мы там читаем по тайм-менеджменту, и нам вот четко говорят, что в 15.00 вы должны сделать перерыв. Но мы же все разные, и у каждого из нас свой биоритм, свое ощущение и так далее. Лягушки бывают разными, то есть есть дела, которые действительно нужно сделать только в определенный момент. Вы не можете его сделать первым, вам нужно кого-то подождать, созреть, додумать и так далее. Соответственно, если вы сильно опираетесь на какие-то общепризнанные, знаете, такие графики работы, какие-то, знаете, временные рамки, что нужно до этого времени сделать, нужно вставать обязательно в 5 утра, а нужно ложиться во столько, если вы будете очень сильно всему этому подвержены, то есть вы будете сильно опираться на вот эти все вещи, то, скорее всего, ваш день будет абсолютно непродуктивным, потому что, возможно, что-то в вас попадет, то есть в какой-то ваш ритм и попадет. Но, скорее всего, за счет того, что это делается на общую массу, это, скорее всего, чей-то чужой график, который работает лично для него. Третья причина – это то, что вы не составляете какую-то общую картину, общее видение того, чем вы занимаетесь. То есть, опять-таки, по поводу приоритетов, то есть вы просто вливаетесь в процессы, то же самое, вы просто течете по течению, вы что-то делаете, какие-то там шаги предпринимаете, что-то, в общем, что-то делается, но вы не понимаете, зачем вы это делаете, к чему вы это делаете, что это принесет, то есть что в общей картине это сделает, то есть как это продвинет к общей цели, либо это не продвинет и так далее. Соответственно, если у вас нет какой-то большой глобальной цели, вы ей не следуете, вы не смотрите, не оглядываетесь на нее, то есть в работе, в учебе, неважно, то, скорее всего, да, вам будет постоянно казаться, что вы не успеваете, потому что, скорее всего, вы проделываете очень много ненужных, неважных или маловажных дел, которые вам кажется, что, ну вот, вроде бы надо бы их сделать. Но если вы себе зададите вопрос, а действительно ли это надо, это продвинет меня, это сделает мне что-то полезное, это принесет мне какую-то выгоду или еще что-то, или хотя бы это доставит мне удовольствие, если все нет, то, скорее всего, лучше отказаться от этого дела и освободить время для действительно важных задач. Также очень популярная, заезженная, но не теряющая своей популярности причина это то, что на ваше время влияют другие люди, то есть родственники, ваши сотрудники, начальники, все что угодно, то есть когда другие люди говорят о том, что сделай это, пожалуйста, сходи туда, сделай то, не сделай это, а, пожалуйста, помоги мне и так далее. То есть когда ваше время контролируют другие люди, конечно же, вы не будете ничего успевать, потому что у вас есть свой график, они в него вклиниваются, добавляют вам еще дела, отвлекают вас от основного дела, даже если у вас идеально составлено ваше расписание, все учтено, все приоритизировано и так далее, но если вклинивается туда какое-то чужое дело, конечно же, все, весь ваш график идет как бы по одному месту. Соответственно, вот эта вот установка отношений, и иерархии и как бы возможности сказать «нет», это тоже очень важный момент в вашем планировании, в вашем ежедневном планировании. Еще одна причина, которая очень часто звучит, как вы неправильно себя мотивируете, но я скорее скажу, что вы слишком ждете мотивации, потому что ранее была такая тенденция, что нам нужно обязательно искать мотивацию, нам нужно создавать ее, нужно, в общем, проделать какие-то танцы с бубнами для того, чтобы замотивировать себя на определенное дело. То есть нет мотивации – нет дела. Зачем вообще начинать заниматься чем-либо, если нет мотивации? На самом деле, по истечению времени, после введения вот этой тенденции на то, что нужно обязательно себя замотивировать, надо обязательно быть в потоке, в ресурсе и так далее, становится понятно, что это очень провальная стратегия. Если мы постоянно сидим и ждем, или наоборот делаем какие-либо действия, которые должны привести нас в такое, знаете, мотивирующее состояние, замотивированное состояние, то мы, опять-таки, тратим время зря, потому что это ваше время, которое вы можете потратить на то, чтобы сделать дела. Большинство дел не требуют мотивации. Это просто какая-то рутинная работа, рутинные задачи. Да, есть определенные дела, для которых нужно вдохновение, для которых нужно что-то такое творческое. Да, вы можете его переложить, это дело, на то время, когда вы почувствуете, что вы хотите этим заниматься. Но большинство дел не требует ничего, кроме того, чтобы вы сели и сделали, вычеркнули и забыли о них. Противоположная причина, предыдущая, это когда человек находится постоянно в режиме спешки. То есть он быстро говорит, он быстро делает, он быстро, он все, он постоянно, знаете, вот такие люди, они все пытаются сделать быстро, они все пытаются сделать вместе, они все пытаются, в общем, делают, во-первых, некачественно, потому что они постоянно спешат, плюс они сами себя загоняют вот в эту самую спешку. То есть зачастую такие люди спешат даже там, где, в принципе, не нужно спешить. То есть у них есть время, но они сами не осознают. То есть они настолько влились в этот поток спешки, что они даже не могут остановиться и проанализировать в целом всю ситуацию. То есть что на самом деле есть время. Они могут остановиться, они могут даже передохнуть, они могут выдохнуть и спокойно сделать свои дела. И когда вы в этом синдроме спешки, мало того, что вы в стрессе, что, в принципе, угнетает нашу нервную систему, это угнетает наше состояние, вы ухудшаете намеренное свое состояние. Плюс вы делаете ваши дела некачественно, потому что вы постоянно спешите, вы стараетесь их сделать быстрее, а не качественнее. Плюс вы не анализируете ситуацию, это очень важно. Особенно, когда вы опаздываете, вам каждый раз нужно останавливаться и думать, а что я должен сделать конкретно сейчас, почему я опаздываю, а что я могу убрать, а что я могу сейчас сделать, а что я могу перенести, а как я могу все это адаптировать и так далее. То есть, когда вы по-настоящему опаздываете, спешить – это самая худшая стратегия, которую вы можете предпринять. И немного по планированию. Основная причина того, что люди спешат, опаздывают, пропускают свои дедлайны, заключается в том, что у них не планирование такое полноценное, то есть, не составление списков, каких-то введение своих дел, а такие, знаете, наброски. Очень часто люди говорят о том, что «ну я прикинул, что мне нужно сегодня сделать вот это, вот это и, возможно, вот это». Когда у вас набросок, то вы не понимаете общей концепции, то есть, вы не понимаете, что нужно обязательно сделать. Потому что, когда вы садитесь планировать, то, скорее всего, вы продумываете, а что у меня будет завтра, что послезавтра, что лучше сделать сегодня и так далее. Когда вы набрасываете, то у вас, скорее всего, на поверхности только какие-то обязательные дела, которые, ну вот, вам, скорее всего, еще хочется их сделать. Поэтому вы их делаете. Но очень часто в спешке мы не замечаем каких-то вещей, которые, ну вот, на более далекую перспективу, которые нужно было посидеть, подумать, вспомнить, проанализировать и так далее. Соответственно, если у вас нет четкого, разработанного плана, то, скорее всего, вы будете постоянно спешить, опаздывать, забывать, пропускать и так далее. Восьмая причина того, что у вас целый день забит, вы куда-то спешите, торопитесь, но ничего не успеваете, это то, что вы не анализируете, куда на самом деле уходит ваше время. Потому что нам кажется, что вот если мы все время чем-то заняты, то мы как бы продуктивны, мы молодцы, мы продвигаемся к своим целям, но на самом деле не каждое действие, как я уже говорила, продвигает нас к цели, которую мы себе задумали. А также не каждое времяпрепровождение полезно, важно и нужно. То есть иногда за счет того, что мы еще и устаем очень сильно в таком графике, живя, то мы начинаем, как бы, знаете, несознательно не замечать какие-то вещи, когда вот мы просто прокрастинируем, когда мы ленимся. То есть если вы проанализируете по-настоящему, на что вы тратите время, то, во-первых, очень много пожирателей времени можно найти, которые действительно не дают ничего, они только забивают наше время и наш мозг, и наше настроение, в принципе, иногда ухудшает, потому что иногда это какие-то походы на перекус, излишнее кофе или еще что-то. То, что ухудшает на самом деле наше состояние, но мы не замечаем этих вещей. Плюс мы можем, собственно говоря, наконец-то найти время для того, чтобы остановиться, как раз-таки подумать, полноценно отдохнуть, потому что на самом деле полноценный отдых в такой вот тотальной спешке, тотальном опаздывании гораздо эффективнее, чем просто забивать себе время, что-то делать, постоянно делать, даже если вы колоссально уставший. Предпоследняя причина звучит как то, что вы не учитываете какие-то обязательные мелочи в вашем плане. То есть, когда вот вы составляете план, и вы так впихиваете все дела уже, знаете, в переполненный день, то они прям притыкнут. То есть, каждое дело идет впритык к следующему. Вы забываете о том, что вам нужно передвигаться, вам нужно кушать, вам нужно отдыхать, вам нужно куда-то просто пройтись, иногда просто разгрузиться, или нельзя какие-то определенные дела вместе быть, ну, они по очереди идти, потому что они там перегружают вашу когнитивную нагрузку, и вы просто на следующем деле вообще отключены и так далее. То есть, если вы слишком плотно забиваете свой график, вообще забывая о каких-то своих физиологических нуждах, то это бессмысленно, потому что они все-таки есть, вы все равно захотите сходить в уборную, вы все равно захотите выпить чашечку чая, кофе, вы захотите немножко пройтись и так далее. Все эти вещи будут, но они будут выбивать вас из графика, и, соответственно, весь ваш красивый план будет постоянно улетать, потому что вы это не будете учитывать, и вы будете из-за этого постоянно опаздывать. Соответственно, все-таки внимательно относитесь к тому, как вы планируете. И последняя десятая причина, которую я не назвала в самом начале, она самая простая, банальная, но мы все время о ней забываем. Опять-таки, на самом деле, все причины достаточно очевидны, нам кажется, что я это все знаю, но они все равно происходят в нашей жизни, это не отменяет их. Так вот, последняя причина, это то, что вы банально перегружены. Иногда это по-настоящему сложно признать, когда вы взяли больше на себя нагрузки, когда вы слишком много на себя навесили, возможно, каких-то разных дел или в одном направлении вы на себя нагребли дополнительные нагрузки, вы взяли какую-то чужую нагрузку, еще что-то, и вы банально не справляетесь. Такое тоже бывает. Не обязательно, что ваше планирование не работает, не обязательно, чтобы вы там плохо работали. Если даже вы будете учитывать все ваши биоритмы, вы будете правильно планировать, вы будете все правильно расставлять, но иногда банально вы просто слишком перегружены. Соответственно, нужно регулярно шерстить свой список дел на то, чтобы выявлять вещи, которые вы себе дописали, добавили, что-то там, в общем, приписали и так далее, потому что мы всегда внутренне очень четко ощущаем тот момент, когда мы дописываем себе дела, дописываем, которые явно не вмещаются в тот график, который мы себе составили. Все, мои хорошие, надеюсь, у вас будет все хорошо, вы все правильно организуете, подписывайтесь, ставьте лайк, до следующих видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok